Ну что, давайте так, совсем немного теории. Дело в том, что если вы будете понимать теорию, то будете гораздо более эффективно действовать на практике. Осознанно. И это очень важно. Важно понимать, что в обычной и повседневной жизни современный человек использует свои легкие менее чем на 30-40%. Да и то эта цифра, я считаю, сильно преувеличена. Малоподвижный образ жизни у огромной части современного населения, на протяжении, кстати, большого количества времени, накладывает свой неизгладимый отпечаток. Так как для выполнения своих обычных и повседневных неэнергозатратных дел не требуется большое количество окислителя. То есть, чего? Кислорода. В результате вот такой вот вынужденной невостребованности, в сильном газообмене легкие совершают такие весьма ограниченные движения, ограниченную экскурсию, это называется, в процессе дыхательного акта. Это приводит к ряду негативных явлений и последствий. Первое. Любая невостребованная функция всегда ведет к изменению морфологии, то есть формы, то есть анатомии. Обычно невостребованные в полной мере ткани и органы претерпевают ряд дегенеративных изменений, атрофических изменений. В них ухудшены трофика, это питание, кровоснабжение, это следствие, если плохое кровоснабжение, то ухудшено и питание. Различные обменные процессы ухудшены и это приводит к атрофии некоторых структур и тканей в легких. Второе. В тех частях легких, которые мало участвуют в дыхательном акте или почти совсем не участвуют, а есть и такие, возникают застойные явления. Эти застойные явления приводят к скоплению застойного содержимого, представляющего прекрасную среду для размножения апатогенной микрофлоры, которая обязательно даст о себе знать при малейшем снижении иммунитета. То есть стоит вам заболеть какой-нибудь вирусной инфекцией, простыть, остыть, просто переохладиться, испытать стресс и все. Такие участки легких можно сравнить со старым погребом, который никогда не проветривается. А потому в его углах развилась сырость, плесень и прочая мерзость. Третье. При слабой экскурсии грудной клетки в недостаточной степени проявляется эффект механической помпы, то есть такого насоса от присасывающего действия диафрагмы и вообще грудной клетки в целом. А это важно для таких процессов, как кровообращение, лимфоток, самомассаж внутренних органов. Четвертое. Уменьшение притока воздуха в легкие и, как следствие, кислорода в этом воздухе, приводит к снижению оксигенирования, то есть насыщения кислородом крови, то есть уменьшается сатурация, что приводит к недоокисливанию некоторых продуктов обмена и вообще к снижению основного обмена. Недостаточное содержание кислорода приводит к угнетению активности различных органов и систем. Это непременно сказывается на общем самочувствии и общем тонусе, снижении умственной и физической активности. Появляется быстрая утомляемость, формируется синдром хронической усталости. Вот как важно дыхание, да? И как важно насыщение тканей легких кислородом, крови кислородом. Всех этих негативных проявлений можно легко избежать. Полноценное правильное дыхание поможет избежать всех этих описанных проблем. Основные моменты приложения сил в методике полноценного мобилизационного дыхания идут по нескольким направлениям. Первое. Это увеличение экскурсии легочной клетки, то есть объема грудной полости. То есть насколько сильно двигается клетка грудная, будет расширяться ребрами, шреберные промежутки. Надо задействовать в акте дыхания максимально большое количество легочной ткани. В том числе и той, и особенно той, которая в повседневной жизни оказывается почти невостребованной. Это достигается при помощи максимального вовлечения в процесс дыхания всей дыхательной мускулатуры в полном объеме. В моей методике это называется мобилизацией дыхательной мускулатуры и легочной ткани. Второе. Это обеспечение максимально большого притока воздуха за определенное время, что регулируется как глубиной, так и интенсивностью дыхательных циклов. Это носит название гипервентиляция. Третье. Это стимулирование максимального обогащения крови кислородом. Гипероксигенация. Этого эффекта мы достигаем двумя способами, задействуя два механизма. Первый напрямую проистекает из описанного выше, из мобилизации и гипервентиляции. Так как в его основе лежит взаимодействие максимально большой поверхности легочной ткани, максимально большого количества альвеол с максимально возможным количеством кислорода. Ну, через альвеолы на капилляры идет обмен, газообмен. Второй. Связан с увеличением в крови гемоглобина, что обеспечивается выбросом в кровеносное русло дополнительной эритроцитарной массы, то есть дополнительного количества эритроцитов из депо, депо крови, а прежде всего это печень и селезенка.